всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня очередной хобби влог так что кому интересно подобного рода видео оставайтесь со мной и приятного вам просмотра так как конец месяца хочется отдохнуть от более сложных иллюстраций ну и я решила затронуть те раскраски которые мне хоть и нравятся и они у меня периодически в работе но тем не менее по большей степени лежат потому что вот например из таких детских раскрасок по номерам у меня чаще всего идут вход волшебные раскраски серия ну и я уже снимала в этом месяце первую часть я просто знала что будет 2 взяла вот такие принцессы волшебницы и феи и в подводном мире как и в прошлый раз я выберу по одной иллюстрации и буду их в данном влоге раскрашивать покажу и процесс раскрашивания возможно промежуточный какой-то результат и конечно же уже готовую иллюстрацию скорее всего я постараюсь задействовать фломастера из проекта project pen который мы проводим вместе с оксаной у меня это вот такие фломастера они к сожалению с первых дней стали меня подводить несмотря на то что у них масса плюсов если по ней не засыхали но были бы более долговечные их бы хватало в моем случае хотя бы на одну вот такую иллюстрацию то я бы может быть их и повторяла потому что они сами по себе по своим характеристикам неплохие у них ну они как бы и сами по себе и симпатичные и легкие такие и в руке держать удобно и пишущий узел классный они если и полосят то знаете когда они нормально напитаны когда они свежие они минимально полосят и в основном не протекают или умеренно протекают это конечно хорошо но больше их повторять не буду потому как я знаю что у кого-то из девочек может быть более удачная партия была но у меня к сожалению попалась такая партия что вот косяки одни поэтому я уже хочу закончить вот и так сказать выбросить ну и соответственно если что смогу буду использовать из этого набора если нет то много у меня всего сейчас я покажу что я для себя выбрала так ну да здесь я выбрала вот эту иллюстрацию буду раскрашивать принцесса на горошине почему я ее выбрал вообще у меня в какой-то раскраски тоже была принцесса на горошине и я не думала что я ее здесь так скоро раскрашу но как видите вот здесь вот начинает рваться конечно это можно исправить и нитками и такой же скрепкой но я решила что побыстрее раскрашу и сделаю здесь скотчем вот собственно и все так будет лучше а уж потом подумаю что с этим делать в подводном мире ну здесь тоже меня как бы много чего нравится так чё я выбрала нет разворот я точно не хочу сейчас красить это как-нибудь в другой раз вот эту иллюстрацию хочу сделать такая она судя по всему яркая красочная и вот наверное с нее я и начну так ну и наверное а заодно я потом еще у меня тут лежит рядом блокнот заодно и трекер заполню я немножко пораскрашивала потестировала все цвета давайте покажу что я выбрала для раскрашивания но в основном в приоритете у меня как я уже сказала вот этот был набор но из этого набора в итоге желтый ой даже наверное стоп мне кажется что да этот я просто не убрала вот этот вот желтый красный и зеленый вроде бы до зеленый тоже использую а черный потому что оранжевый уже закончился ну и остальные цвета синие я помню что они меня подводили поэтому я сразу взяла вот эти синие ну и вот тут такой типа бордовый но сейчас я хочу еще взять коричневый потому что вот здесь вот знаете вот я и так и так смотрела кажется вроде бы одинаковое но вот это темно-зеленая здесь вот есть черные а вот это явно коричневые хотя вот под разными углами смотришь и в общем не знаю но я думаю что все-таки должно быть коричневая скорее всего хотя трудно представить что что конкретно вот это пока не раскрасишь но не знаю я вот под определенным углом вижу явно как коричневая так с обратной стороны но в общем ничего не протекает все нормально вот тут одна . это то я видимо задумалась да и в процессе поиска оттенков один у меня уже закончился я специально чтоб не перепутать вытащила из коробки положила но из этой коробки положила в пакет здесь у меня все по project пена ручки карандаши вот ну просто я же еще снимаю пустышки на канцелярский но одно дело просто канцелярские пустышки а другое дело пустышки по project пена которые а мы будем снимать там в апреле по моему поэтому я чтобы не перепутать продолжу раскрашивание пусть это будет синий цвет я этот оттенок очень люблю ну и фломастер хороший так но он немножко скатывает конечно бумагу но не страшно не критично так ну красный цвет это уже из фикс прайса он уже на грани закончится но пока возможно поиспользую оранжевый фикс прайсов скам наборе все по заканчивались точнее они высохли просто поэтому ашановские ну желтый кстати тоже уже так близится к завершению ну вот удивительно что зеленый еще раскрашивает хотя мне кажется и может быть мало просто раскрашивала вот этот оттенок очень красивый но я его использую редко только когда он требуется в раскрасках по номерам на цвет очень красивый вот здесь вот вроде бы коричневый но есть голубой иногда очень трудно подобрать я докрасила иллюстрацию так получилось но вот конечно знаете говорят действительно детские раскраски но все таки вот здесь вот прям действительно было непонятно я вот так вот так крутила раскраску чтобы понять какой цвет но просто я так понимаю что эти раскраски не только отдыхательный характер носят допустим для детей но еще и развивающие чтоб дети цифры запоминали цвета изучали ну и все так и может быть какие-то простые элементы и например если в плане цветов как вот здесь вот то наверное как-то это должно быть более понятно более понятная палитра ну вот такое и в иностранных кстати раскрасках встречается но опять это уж совсем детская мне кажется детям было бы тяжело ну да ладно в общем раскрасила с обратной стороны в принципе все в порядке так вот только в одном месте где-то но это скорее всего вот задумалась и так получилось так ну и на следующее это принцессы волшебницы и феи сейчас вот я начну раскрашивать в процессе раскрашивания подводного мира так сказать к про отцам отправляется вот этот фломастер и сейчас когда я подбирала вот фломастеры для этой иллюстрации собственно вот этот оказался тоже не так как ущем так что вот коробочка и здесь будет у меня на покинули этих фломастеров так ну и сейчас покажу что я подобрала ну в общем вот такие все что смогла подобрала вот из этого то есть вот красный тут фиолетовый зеленый ну вот желтый закончился ну вот такие хотя надо еще кстати посмотреть может быть телесные есть потому что если есть я лучше тогда использую сейчас нет он уже никакой засох поэтому не пойдет но и тогда сразу розовый попробую ну что ж розовый тоже не какущий значит этот я отправляю туда же собственно заправлять не буду потому что я уже пробовала именно эти фломастеры они не поддаются никакой заправки по крайней мере опять же в моем случае может быть что-то зависит от партии заправлять фломастеры я умею и какие-то очень даже хорошо поддаются и заправляешь ими можно раскрашивать но вот эти вообще никак вот эти я попробовала знаете пара элементов и все им конец поэтому не буду даже пытаться вот ну что приступлю к раскрашиванию у меня просто знаете этот влог он к сожалению идет такими урывками но в течение дня тоже у меня тут не буду рассказывать всякие события короче вот получается я снимаю урывками что-то за кадром ну ладно и в конце концов это хоть и хобби но тем не менее влог пораскрашивала сначала за кадром между всякими домашними делами ну а теперь появилось время уже можно и на камеру по раскрашивать красный фломастеры из фикса перестал писать взяла ках и норовский но кстати что фикс что ках и норов очень мягкие и не скатывают вообще бумагу что конечно приятно вот но все таки ашановские каждый день я люблю больше мне там и цвета нравится но тем не менее эти тоже классные пользуюсь стараюсь по крайней мере но вот с фикс прайсовскими конечно печаль с двусторонними этими то что в основном я ими так воспользоваться в полной мере и не смогла то есть принесла домой начала раскрашивать и в первый же день один другой перестал писать ну и голубым я как всегда в своем репертуаре скачу с одного на другой вот этот цвет я долго думала какой голубой сделать или же мятный потому что тут найти такой переходная цветка вообще непонятно можно этот и другой хотя сейчас я думаю что и фикс прайсовском наборе эти голубой есть очень нежный но пусть будет этот тут как-то спокойнее потому что на голубого много здесь и я знаю что если даже этот фломастер закончится у меня есть запасе еще много фломастеров одинаковых и я точно смогу закончить и одну иллюстрацию даже не одну поэтому как-то мне с ними спокойнее синий цвет обожаю иногда прям вот этот найти сам процесс раскрашивания фломастером классный и уже неважно даже полосят не полосят вот если фломастер не цепляется за бумагу то все остальное это прям релакс немножко мне кажется он так слегка что-то стал под заканчиваться вроде бы как такое ощущение да вот решила я его заменить но я потом попробую заправить просто для интереса что какие-то фломастеры заправки поддаются какие-то нет есть фломастеры которые после заправки еще полноценно раскрашивают а есть которые вообще отказываются поэтому или там одна-две детальки и все поэтому будет интересно попробовать так то я могу смело их и выбросить у меня их много но опять же для отзыва так сказать очень красивый зеленый оттенок тоже ничего бумагу не скатывает что приятно толстый пишущий узел меня вообще не смущает потому что кончик тоненький закончила раскрашивать иллюстрацию с обратной стороны ну в общем то ничего не протекло может быть вот здесь немножко просвечивает но не протекает кожу конечно надо было раскрашивать карандашами как я обычно это делаю то как то уж очень странная принцесса ну ладно я для интереса попробовала заправить синие фломастеры ну там вот один нормально получилось прекрасно пишет но правда до этого я заправляла желтый и вот желтый ну некоторое время там смогла до раскрашивать вот а потом он быстро достаточно перестал писать но как бы не страшно даже у меня этих фломастеров много и я как раз стараюсь брать снизу то есть это те как правило которые у меня уже очень давно то что я покупаю новые наборы и кладу их там вот на полку сверху в общем я рада что посвятила этим раскраскам хобби влог пораскрашивала отвлеклась переключилась надо будет еще какую-нибудь серию типа 16 может быть витражных раскрасок взять тоже их пораскрашивать а то за счет того что там очень тонкая бумага я не очень часто раскрашиваю но потому что под фломастера они не подходят но тем не менее коллекция этих раскраску меня пополнилась новые видели то есть ничего за это время новенького с момента видео о коллекции они начатых раскрасках вроде как не появилась некоторые иллюстрации мне очень нравится поэтому их можно будет там карандашами раскрасить я еще как и собиралась занесла эти раскраски в трекер там оказалось по 13 иллюстраций она я развороты там считала все как положено так что вот в принцессах вот этих вот у меня получается 3 иллюстрации сделаны в подводном мире 2 ну нормально для раскрасок которые не так давно у меня появились до много я сегодня отправила на выброс фломастеров конечно ну что поделать а это видео я буду завершать если оно вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео заглядывайте в мой инстаграм три семерки рыжие три восьмерки а также заходите на канал к оксане ссылка на канал оксаны будет под видео и в конечной заставке я благодарю вас за просмотр желаю вам здоровья хорошего настроения вдохновения увидимся с вами в следующем видео пока пока